Телемосты Мы не имеем права держать это в себе, не имеем права рассказывать это только на вебинарах и, соответственно, на телемосте собираются фактически все наши сподвижники, собираются целыми офисами, целыми городами, странами и сегодня у нас 352 подключения. Мы не скрываем, сколько у нас подключений. Это не значит, что 352 человек, это именно значит, что 352 и уже 356, 357, я думаю, что количество будет расти в ходе развития действия телемоста. Ну а я передаю слово, дорогие друзья, тому человеку, от которого очень много сегодня зависит международная компания Skyway, это зам директора по развитию ЗАО «Струнные технологии», это, так скажем, правая рука Анатолия Эдуардовича Юницкого, Виктор Игоревич Бабурин. Виктор, вам слово. Коллеги, коллеги, слышно меня? Скажите, пожалуйста. Да, отлично. Так, да, меня зовут Виктор Магурин, я заместитель директора ЗАО «Струнные технологии» по развитию. Вот, и вкратце тогда давайте я расскажу о том, что происходило за эту неделю. Сильно хрипит, да? Давайте, может быть, я тогда попробую без микрофона. Вот так лучше? Вот, отлично. Хорошо. Значит, на этой неделе, да, Алексей, спасибо, вы будете сопровождать меня фотографиями, тогда мне будет легче просто вести разговор. Значит, вкратце, кто такой Род Хук, откуда он появился, да, для тех, кто, может быть, не знает, хотя, мне кажется, уже знают все. Значит, Род Хук – это наш партнер, это наш директор австралийской компании, который возглавил австралийскую компанию, дочернюю компанию нашей группы. Он является экс-руководителем департамента транспорта, планирования и инфраструктуры Южной Австралии. Он является одним из почетных граждан Австралии. Не зря он в свое время носил кличку «Мистер Инфраструктура», потому что под его управлением было создано огромное количество спортивных сооружений, железнодорожных сооружений, мостов, госпиталей. Он активно застраивал крупные инфраструктурные проекты по всей Южной Австралии. Примерно год назад Род Хук узнал о проекте от одного из наших инвесторов и с большим интересом прилетел в Беларусь в сентябре, для того, чтобы лично убедиться в том, что все это реально. Потому что, когда мы с ним общались в первые разы, он сказал, что первое, что мне нужно было сделать, Олег, никакой музыки нет. Я думаю, что это что-то у вас с компьютером. Да, значит, и для того, чтобы первый сделать шаг, он должен сам лично приехать и ответить себе на вопрос, есть ли здесь все о чем говорится. Он прилетел со своей помощницей, провел здесь неделю, это был сентябрь 2015 года, когда мы только еще начинали, сделали только фундамент, сделали для первой анкерной опоры, совмещенной со станцией. И посетил конструкторское бюро, тогда нас насчитывало, если не ошибаюсь, порядка 100 человек, может быть, даже поменьше. Подробно ознакомился с технологией и с большим воодушевлением улетел в Австралию выполнять намеченные планы. Мы подписали соглашение о намерениях, и вот эти пять месяцев, это я просто хочу, ну, почему на этой цифре остановиться, чтобы вы не думали, что сделать адресный проект или начать развитие в стране, это побежали, зарегистрировали контору и быстро-быстро что-то начали делать. Там побежали к мэру, письмо какое-то понесли. Ну, как обычно, некоторые наши безответственные инвесторы думают, что адресный проект – это надо быстрее добежать с письмом до какого-нибудь большого чиновника или записаться на прием к какому-нибудь бизнесмену. К сожалению, без наличия опыта такая активность вызывает только раздражение у людей, снижает имидж компании и впоследствии очень сильно затрудняет возможность реализации проекта с этими людьми. Как бы чудес не бывает. Поэтому Ротхук, как человек, отлично понимающий каждый шаг, который он должен сделать, отлично понимающий всю последовательность, отлично понимающий, кого из компаний, людей нужно включить в совет директоров нашей компании, в консорциум, который будет реализовывать на территории Австралии инженерную технологическую экспертизу, сметную оценку, само строительство. Потому что мы понимаем, что зал «Струнные технологии» в данном случае выступает поставщиком технологий, поставщиком чертежей, но строить на территории Австралии мы не можем. Строить на территории должна компания, обладающая всеми местными лицензиями для строительства объектов транспортной инфраструктуры. Наши чертежи белорусские делаются по белорусским стандартам. Мы не знаем австралийских стандартов, поэтому мы должны совместно с партнерами в Австралии сделать чертежи по австралийским стандартам. И австралийские партнеры, вот как раз двое этих мужчин, Нико и Джефф, один из них – это со-директор компании, другой – это директор по инфраструктуре. Я сейчас точно не помню, у меня где-то лежат их визитки, двоих. Сейчас, одну секунду, я просто тогда, чтобы быть точными и уважаемых коллег правильно назвать по должностям. Один из них – это технический директор в области глобальных инфраструктурных инвестиций этой компании. Мы пока не раскрываем ее имя, потому что хотели бы сначала с ним подписать соглашение о намерениях, и в дальнейшем просто уже мы это осветим. Ну, потому что мы должны понимать, что все-таки бизнес международный делается немного не по стандартам, а с нами работают все, быстрее всем все рассказать. Все-таки здесь есть некоторое понятие, понимание о конфиденциальности. И вот второй Джефф – это управляющий директор в области инфраструктуры. То есть это одна из крупных компаний, из крупнейших компаний Австралии. Насчитывает она более 5000 человек инженеров. Инженеров занимается строительством в Австралии, Африке, Азии, в Дубае. Они сейчас строят самый высочайший небоскреб. Не тот, который уже построен, Бурж-Халифа, башня принцессы, а новый, там больше километра. То есть люди обладают, скажем так, опытом в строительстве, опытом в том числе в строительстве преднапряженных структур, разновидностью которой является Skyway. Поэтому полагаться на их оценку технологий проекта можно. Но я сейчас чуть-чуть вперед забегаю, поэтому я просто рассказываю о том, о последовательности цепочки внедрения технологий в какой-то конкретной стране, в частности в Австралии. То есть чертежи, которые производит зал струнные технологии, должны сделаны быть по австралийским стандартам, верифицированы местной австралийской компанией, и таким образом тогда можно будет участвовать в тендере или строить, ну, без тендера, например, как мы планируем строить в университете Флиндерс. Поэтому, скажем так, чем круче бренд, логотип партнера нашего на документации, тем больше баллов мы можем получить при подаче документов на тендер. Ну и тем репутационнее, лучше репутация, и тем лучше будет отношение к технологии компании. Поэтому Рот, значит, первое, что он сделал, он прилетел, сам удостоверился. Ну, я могу на английском говорить, тогда просто русские не поймут. Вот, значит, дальше он заказал у крупной компании MBM, можете посмотреть в интернете, она занимается сметной оценкой проектов. Он заказал оценку, чтобы компания посчитала правильно те цифры, о которых мы заявляем при строительстве, сделал расчет, получил официальный документ, и, ну, была зарегистрирована наша общая компания, все необходимые документы были подготовлены. И в мае, в мае этого года, ну, в апреле на ЭКО-фестивале я объявил о том, что в ближайшее время мы начнем медийное освещение нашего официального, старта официальной работы в Австралии. и в мае, да, я точно сейчас там не помню, в 20-х числах, если не ошибаюсь, с небольшой задержкой, да, спасибо, Алексей, с небольшой задержкой мы вышли публично. То есть Рот на инфраструктурной конференции в университете Флиндерс, лектором которого он является официальным, заявил, что он собирается внедрить прорывную транспортную технологию Skyway на территории Австралии. И первый проект, который он предлагает к внедрению, это проект небольшой, 500 метров дороги, на территории университета Флиндерса, на площадке которого он выступал, и две платформы, путевая структура, два, три или четыре подвижного состава, в зависимости, там, будем рассчитывать от пиковых нагрузок, и миллион человек в год. Это небольшое количество, но этот проект может стать знаковым для университета и послужить хорошей рекламой для всего проекта на территории Австралии. Эта тема получила огромнейшее освещение в интернете, в медийных средствах массовой информации, газеты, радио, телевидении. Мы все это подробно переводили, мы это все размещали у себя на сайте. Вы можете до сих пор сейчас с этим ознакомиться, потому что мы, кстати, недавно запустили на сайте раздел «Медиа», и там мы выкладываем все статьи, в которые пишут о Skyway. Поэтому вы всегда можете быть в курсе последних новостей. И несколько интересных моментов, да, спасибо. Несколько интересных моментов, что после этого Роду начали активно предлагать свои услуги очень интересные, знаковые люди Австралии, которые хотят попасть в Совет директоров. И мы сейчас как раз обсуждали за эту неделю несколько интересных кандидатур, и на следующей неделе, ну, в ближайшие несколько недель, мы составим перечень и будем из этого перечня выбирать, кого пригласить. И самая большая проблема, что очень уважаемые люди, ну, как бы, не хочется раздувать состав, и поэтому не хочется никого от другой стороны обидеть. Конечно, мы говорим о том, что так как мы венчурный проект, и все деньги, которые мы привлекаем, должны быть инвестированы в полигон, в строительство, в покупку бетона, арматуры, в работу инженеров, то мы говорим о работе в Совете директоров тех этих уважаемых, людей, только бесплатно. И многие готовы просто потому, что очень хочется попробовать себя в инновационной технологии, которая может принести для Австралии совершенно другой уровень. Теперь расскажу по поводу Австралии немножко, да, чтобы вы понимали картину. Австралия находится примерно, ну, вы должны меня понимать правильно, да, я скажу, примерно в таком же состоянии, как и Российская Федерация. Так, кошак идет сюда, поясню. Значит, долгие годы, пока Китай огромными темпами рос, Австралия, которая находится рядом с ним, значит, поставляла в растущий Китай огромное количество стали, ну, железной руды, угля, полезных ископаемых других. И цены росли, как на дрожжах. Австралия просто копала огромными количествами всю эту руду и поставляла в Китай. Цены растут, деньги зарабатываются, компании, горнодобывающие, богатеют, государство получает налоги, все отлично. Теперь, что происходит, произошло за последние несколько лет. Рост Китая сильно замедлился. По тем или иным причинам. И по прогнозам специалистов, он уже такими темпами расти не будет. Очень сильно упали цены на полезные ископаемые. И таким образом, Австралия начала лишаться своего вот этого конкурентного интересного преимущества. То есть, напоминает ситуацию с Россией, когда нулевые годы, нефть, газ прет, все отлично, как бы все богатые, всем все нравится. Ну, я имею в виду тех, кто там власть придержащая. Людям, как бы, вроде спокойно. Потом, сейчас мы что видим? Да, цены упали там в один момент в три раза. Сейчас там вроде подросло там в два раза. Ну, по сравнению, я имею в виду 100 долларов, когда там более-менее все нормально. И сразу как-то стали мы себя чувствовать не очень уверенно. И в Австралии то же самое, то есть, но там те деньги, которые они получали за все эти как бы годы красивой жизни, они инвестировали в инфраструктуру, потому что понимали, что время это может быть не вечным, когда большие цены. И рано или поздно вот эти деньги, которые сейчас, которые были получены за большие цены, за полезные копаемые, за продажу, за торговлю, надо будет на эти деньги создать что-то новое, какой-то новый рынок, который позволит стране не сильно просесть в экономическом плане. И вот этот вариант, который мы предлагаем с технологией Skyway, РОД и рассматривает как возможность, одну из возможностей для Австралии создать совершенно новое направление в стране и предложить миру, ну точнее предложить стране, я имею в виду, совершенно новый продукт, который позволит ну скажем так вот создать эту инновационную новую экономику. Потому что Австралия сейчас как раз ищет инновации, активно привлекает инвесторов, активно привлекает технологии, для них все что новое это очень интересно, для них это не рождает никакого негатива, они с большим удовольствием сейчас интересом ищут, потому что интерес довольно шкурный, что-то нужно делать в условиях падения цен на полезные ископаемые. Вот, и значит это небольшая такая предыстория для того, чтобы объяснить диспозицию нашу. И РОД, объявил об этом, получил большой, ну как бы много восторженных отзывов, много людей заинтересовались и начали также обращаться крупные компании, инженерные, строительные, которые хотят, сказали, что хотят партнерствовать, предлагать интересные условия там за деньги, за участие в бизнесе, за будущую прибыль, ну там много, то есть, вот тот человек, который на заднем плане, да, Родхук, он отлично знает, как вести переговоры с крупными компаниями, с теми, кто, узнает, знает, как торговаться, он знает отлично всю тему, связанную с инфраструктурой, поэтому, здесь он как рыба в воде, и здесь мы доверяем ему полностью. и в итоге он провел там небольшой такой внутренний тендер и определил одну компанию, которую взял с собой в далекую Беларусь для того, чтобы показать вживую создателя проекта, показать вживую те активы, которыми мы располагаем, чтобы эта компания стала нашим инженерным партнером и поставила свою печать на чертежи о том, что технологии верифицированы для Австралии. Приехали двое уважаемых коллег, о которых я сказал, это инженеры высочайшего класса, это, ну, Род Хук сам по себе является инженером высочайшего класса, эти двое это очень серьезные партнеры, очень серьезные наши единомышленники. Значит, в итоге, ну, в понедельник я их встретил в аэропорту, там была небольшая заминка с визами, в итоге все решили и отправились сначала в отель, а потом Род попросил отдельно, прежде чем мы поедем всей большой делегацией в зал, ну, как бы, компанию, сначала принять двоих, Рода и Мари, для того, чтобы они нам, скажем так, кулуарно объяснили некоторые вопросы, новости, некоторые вопросы, которые нужно решить. Было составлено целое у нас расписание с рабочими группами, определены, с кем мы будем из инженеров наших уже отдельно делать группы для того, чтобы снять вопросы наших австралийских коллег. И потом у нас был ужин, как бы, да, мы познакомились, скажем, без галстуков, да, неофициально с этими всеми друзьями, и на следующий день уже с утра повезли их в экотехнопарк. Вообще, конечно, Беларусь их очень сильно поразила, потому что зеленые леса, поля, люди хорошие, они очень с большим удовольствием провели исследования экономики страны и сказали, что вот то, что Беларусь является довольно сильным автостроительным, машиностроительным центром подвижного состава, здесь производится крупнейший, вы знаете, грузовик для... Да что ж такое, сейчас, извините, меня тут животное интересуется тоже. Грузовик БелАЗ производит троллейбусы, автобусы, то есть здесь вот эта база машиностроительная, она очень серьезная, и поэтому это в том числе поможет австралийцам, скажем так, презентовать страну, почему Беларусь, да, отвечая на вопрос австралийцев, там, когда в Австралии будут спрашивать, а что Беларусь-то, где это вообще, восточная Европа, что это такое, они будут отвечать, что это бывший один из центров машиностроительных СССР, это серьезная инженерная технологическая база, которая до сих пор сохранилась, и поэтому это не сделать где-то там в стране, которая славится, например, своей там текстильной промышленностью какой-нибудь, да, или там в стране, которая славится деревообработкой, например, да, это конкретно страна, в которой есть технологическая инженерная база, здесь есть где собрать команду, из кого собрать команду, здесь есть все мощности для этого, ну, то есть, это вот, они провели сами это исследование и сказали, что вот это очень классно можно использовать для того, чтобы промотировать технологию. Соответственно, мы приехали на полигон, показали им стройку, далее к нам приехал глава администрации Мариной Горки, потому что, ну, не каждый год, не каждый день к нему приезжают в гости как к хозяину земли, как к хозяину, да, мы уважительно называем этого человека, как к руководителю центра областного приезжают такие высокие почетные гости, поэтому он с большим удовольствием приехал, пообщался с Родом, пообщался с Нико, с Джеффом, с гостями высокого ранга, вот, и все вместе мы сделали маленькое дополнение к Эко-технопарку, который вы видите на фотографии, все посадили по дереву, вот, значит, далее, после этого мы повезли их, ну, в принципе, они посмотрели станцию, посмотрели опоры, им все понятно, они сами занимаются, как я говорил ранее, уже преднапряженными структурами, они сказали, что очень интересно, что так оригинально совмещается технология, разные технологии, которые применяются там или в тех или иных областях в Skyway, для них, ну, то есть, мы, конечно, подписали соглашение о неразглашении, это, в принципе, Род его привез с собой, он на этом настаивает, он говорит о том, что, так как он является акционером компании и директором компании, он говорит о том, что он в ответе за то, чтобы технология была защищена, поэтому никаких слов без соглашения о конфиденциальности сказано не будет, мы подписали с утра перед поездкой на полигон и спокойно поехали уже рассказывать наши не все секреты, секреты. Вот, дальше, после эко-парка мы поехали в мастерскую, как вы знаете, мастерская у нас или цеха, ну, у нас это официально называется опытно-конструкторское производство Unibus. Вот, цеха находится в бывшем заводе Е-мобиля, который, ну, вы знаете, проект был закрыт, вот, но все мощности остались, поэтому тем профессиональным специалистам, которые сейчас у нас работают, сделать на этих станках рельсовый автомобиль в принципе ничего сложного не составляет. Вот, конечно, они были поражены австралийцем, потому что, как бы сейчас расскажу здесь поподробнее, в Австралии почти отсутствуют автомобилестроения, потому что находящаяся рядом Япония активно этому способствует. Австралийские, а японские концерны не хотят рядом иметь конкурентов, поэтому теми или иными экономическими способами подавляют, ну, подавили, и, как мы видим, успешно австралийское автомобилестроение. Поэтому там, в Австралии, происходит сборка, производства там почти нет. И когда они увидели, что мы у себя в рамках компании 150 человек сейчас, мало того, что занимаемся путевой структурой, опорами, инфраструктуры сопутствующей, мы еще и собираем странный вопрос Михаилу, почему нет телемоста? Я тут уже минут 30, наверное, распинаюсь в пустой экран, что ли? Не пугайте меня. Вот, значит, для них это просто шок, потому что 150 человек, я напомню, у них 5000 человек в компании работают, и они занимаются инженерной, ну, чертежами, оценкой, экспертизой. Когда они увидели, что 150 человек здесь, в Беларуси, делают вот этот весь комплекс, и еще делают сами машины, они сказали, ребята, это просто, ну, то есть, слов нет, мы снимаем шляпу, мы просто поражены. Такого в Австралии просто, ну, даже не может быть. И они познакомились с нашим начальником цеха, на некоторых фотографиях вы видели, это очень харизматичный мужчина с огромным опытом, и главное, что он хорошо говорит на английском языке. Я, кстати, хочу выразить огромную благодарность Михаилу Кириченко, который являлся основным переводчиком всего, на всей неделе, потому что мне приходилось периодически с помощником, помощницей рода Мария заниматься нашей частью, потому что у нас были с ней отдельные вопросы, которые надо было решить с юристами, с IT, с финансовой аналитикой, потому что род – это инфраструктурный мозг. Его помощница Мария, она занимается бизнес-планированием, и поэтому наши направления немножко разнились, поэтому род и инженеры, двое, Нико и Джефф, занимались с Юницким, с инженерами, вот этими вопросами касательно снятия их всех вопросов технологических, я с ней занимался именно вопросами, связанными с бизнесом, финансовой аналитикой и прочее. Значит, это вот Михаилу Кириченко большое спасибо. И возвращаясь к опытно-конструкторскому производству, начальник цеха, начальник этого участка, начальник этого направления, видели фотографии, там, где он рассказывает очень харизматично по поводу стройки юнибайка и юнибуса к выставке в Берлине, это вот, я попозже расскажу. Значит, Сергей Анатольевич, значит, так, и он рассказал на английском языке для австралийцев без переводчика о том, что он занимается с 1985 года строительством автомобилей. С 1992 года он занимается строительством формул. Он очень хорошо понимает, что такое аэродинамика, что такое создать автомобиль с нуля. поэтому австралийцев он просто поразил. Эти люди были просто удивлены. Плюс, он знает хорошо, скажем так, тусовку вот эту вот минскую, белорусскую людей, которые умеют это делать. Он знает точечно, кого выбрать в команду, как организовать команду, выстроить направление деятельности и в кратчайшие сроки, потому что вы должны понимать, то, что мы сейчас делаем в рамках компании, мы должны за уже два месяца с половины до Берлина, мы должны будем в начале сентября уже выехать туда для подготовки нашего мероприятия, да, там, мы должны за три месяца сделать автомобиль, два, микроавтобусы автомобиль. И, ребята, поверьте, это очень сжатые сроки. Вот, но так как у нас серьезная команда, мы уверены, что мы все сделаем и Берлин будет еще радоваться и аплодировать. Вот, соответственно, где-то час мы посвятили прогулкам по цехам, мы показали станки, мы показали, как вытачивается матрица, как мы готовим интерьер, вот, мы показали также разработку, да, вот, разработка интерьера, скоростной модели, но мы пока разрабатываем только, скажем так, для аэродинамики, для эргономики, понимать, как легче заходить, выходить, потому что сколько угодно, и я здесь согласен абсолютно с начальником нашего конструкторского участка, опытно-конструкторского участка, что сколько угодно можно моделировать на компьютере, пока не построишь прототип, не сядешь в него, головой, плечами не позадеваешь все выступающие части, сложно понять, удачный ты сделал интерьер или неудачный, поэтому здесь мы в том числе для скоростного модуля создали полномасштабный прототип, для того, чтобы можно было понять, как заходишь, стукаешься головой или нет, вот, и также мы показали нашим коллегам строящийся Unibike, уже там есть на некоторых фотографиях там основа, вот, и показали разработку, которую мы провели внутри компании, это мотор-колесо, полноценное, установленное уже на два, скажем так, изделия, да, мы показываем, что, ну, мы тестируем его на электровелосипеде и покажем еще там, если будут фотографии на таком приспособлении, на котором рот как раз катается по офису, да, вот это вот такой Unimobile офисный, да, на нем тестируем производительность мотор-колес и систему управления, вот, значит, авторицы покатали на этом, на велосипеде, все как бы, ну, я говорю, для них то, что одна компания, 150 человек, занимается огромным количеством направлений, а еще делает автомобиль, а еще делает мотор-колеса, а мотор-колеса, как бы, ну, и сейчас это довольно сильное направление, серьезное направление в инженерии, вот, но, скажем так, количество компаний, которые их в мире выпускают, не миллионы, это вам, знаете, ну, не эти, не шурупы делать, там, да, не гайки, не винты, это довольно серьезное, сложное инженерное сооружение, и то, что мы в нашей компании, его сами разработали с нуля, сделали уже на двух, ну, то есть, можем ставить на изделия, они говорят, ну, белорусы, умеете вы удивить, ну, а Рот в это время ходил, знаете, так, сзади них, немножко улыбаясь, и просто слушая, как они двое восторгаются теми разработками, которые мы показываем, потому что он-то знал, что, как бы, мы надежные партнеры, вот, значит, далее, мы после демонстрации всего нашего опытного участка конструкторского поехали в, сейчас я просто попытаюсь вспомнить, ничего ли я вам не забыл рассказать из электровелосипеда, да, да, ну, в принципе, да, где-то мы час примерно провели, вот, и поехали уже в офис. Наши австралийские коллеги немного подустали, но я сказал, что нет, мы вам сегодня покажем все, точнее, Юницкий сказал, что покажем все, пошли перекусили, и вернулись, уже начали ходить по офису, по нашим этажам. Первые посетили офис, тот этаж, который касается административного нашего ресурса, направления, ну, кабинет Юницкого они уже видели, там, бухгалтерия, юристы, и департамент развития, да, начальником которого является ваш покорный слуга, наши отделы внутри него дизайна, финансовые аналитики, маркетинга, IT, переводчики, то есть, более 30 человек работают вот в этом управлении под моим начальством. Значит, и, кстати, вот, если Алексей несколько, может, два, а, или даже я могу уже тут два слайда назад вернуть, вот этом, нет, не вот это, а вот этом, да, мы специально установили шестиметровую модель внутри офиса для того, чтобы показать коллегам, ну, подвижной состав, путевую структуру для подвесного транспорта, путевую структуру для навесного транспорта, а также, если вы видите, посередине есть опора, и на ней можно моделировать, например, что будет происходить, если опора падает, да, там снимается специальная, ну, поддерживающая часть, и видно, что, как бы, ничего страшного, в принципе, не происходит, то есть, не происходит обрушение, как, например, там у автострады или у высокоскоростной дороги второго уровня, опора продолжает, то есть, как бы, путевая структура продолжает функционировать, подвижной состав также продолжает ездить, вот, они с большим интересом изучили, сказали, что мы с вами согласны, надо строить модели, потому что лучше всегда щупать руками, как бы, в реальном времени собирать информацию, переносить ее в компьютер, то есть, такие вещи обязательно в инженерной науке нужны. Да, Руслан, сделать такую опору, а потом еще купить немного пластида и, как бы, ее рвануть, а потом к нам придут наши соседи из военной части и зададут несколько вопросов. Вот. Значит, так, а, ну, кстати, хорошая идея, я Анатолий Дорович предложил, но я думаю, что он все продумал. Поверьте, Рот, как раз, да, когда мы ходили по офису, и он так тихо сделал там своим коллегам такое замечание, что, ну, когда они говорят, блин, они все продумали, они все продумали даже в путевом, ну, в подвижном составе систему кондиционирования, даже это. Рот говорит, да, ребят, я вот прошлый раз, когда здесь тоже ходил, я в итоге не выдержал, спустя на второй или на третий час тех, как бы, вот этих всех технологических объяснений на всех этажах, он говорит, Анатолий Дорович, а вы что-то хоть не продумали? И Юнистский так говорит, Рот, я этим занимаюсь 40 лет, я продумал все. Поэтому, когда говорят, там, какие-нибудь инженеры из интернета, а вот здесь, вот, вот здесь, вот, ребята, этот человек 40 лет этим занимается, он продумал все, он продумал систему кондиционирования в подвижном составе. Вот, ну, ладно, значит, возвращаясь к нашему визиту по офису, прошли, значит, мы административный этаж, поднялись на этаж путевой структуры и того, что касается закупки материалов, вот, все, показали им электронное моделирование всех вариантов путевой структуры для подвижного состава, для высокоскоростной трассы, для грузовой, для городской. Некоторые вещи даже для меня были очень интересны, потому что я нечастый там гость, ну, работы, сами понимаете, хватает, но очень интересно наблюдать, как программа, в программе разгоняется высокоскоростной состав, как начинает, в какой момент он происходит, ну, дрожание при разгоне, потом, как подвеска выравнивает его, мы сейчас бьемся над тем, ну, Юнистский говорит, не то, что бьемся, да, как бы, работаем над тем, чтобы дрожание при разгоне убрать, потому что, ну, подвеска должна работать хорошо на той скорости, на которой будет двигаться подвижной состав постоянно, высокоскоростной, да, это 400 с плюс, а на разгоне, как бы, происходит небольшое дрожание, но сейчас, как бы, мы работаем над тем, чтобы нивелировать, и было все комфортно. значит, ну, и дальше мы поднялись на этаж к подвижному составу, сейчас я вот покажу, это как раз вот, ну, это охранный модуль для интеллектуального ограждения, вот, они, то есть, они в какой-то момент, я так понимаю, австралийцы поплыли, потому что, когда мы им начали показывать, что мы еще разрабатываем вот это, они говорят, все, это, это тут, мы ваши, ребята, мы ваши, мы с вами, мы вообще, как бы, очень хотим. Вот, значит, это вот охранный модуль, показываем корпус, который будет, мы повезем его тоже в Берлин, внутри будет начинка, связанная с, ну, там, сенсоры, датчики, видео, инфракрасное, да, чтобы там, датчики движения, все будет. А, Евгений, там, мне кажется, на одном из видео есть, как бы, момент, когда Джефф там, вот так вот смотрит на экран монитора, на котором мы демонстрируем ему дизайн юнибайка, вот, то есть реакция у них была поразительная. Так, соответственно, вот здесь вот, да, катается на офисном юнимобиле, значит, эта фотография повторяется, вот, вот, и, значит, дальше, ну, понятно, это было уже часов 7 вечера, и мы наших коллег отпустили. В Берлине все будет показано в масштабе 1 к 1. В Берлине будет не модель, в Берлине будет полномасштабный, два подвижных состава, которые с выставки уедут в Эко-технопарк для тестирования уже, уже их на путевой структуре. То есть, в Берлине будет показана не просто пластиковая коробка, куда нельзя зайти, это будет полномасштабный подвижной состав с интерьером, с внутренним программным обеспечением системой, с возможностью выбирать, ну, псевдо, потому что уехать неоткуда будет с Берлина, путевой структуры туда напрямую не подведено, с возможностью выбирать точки, там, ну, как бы, эмуляция, работы программного обеспечения модуля, да, потому что там отдельно должна быть свое ПО, там, с возможностью покрутить педали, увидеть на экране, как это все там вырабатывается, электроэнергия, ну, все вот эти вот маленькие штучки, фишечки, все это будет. Вот, и, значит, в понедельник, во вторник мы уже коллег отпустили, потому что было понятно, что хватит, и так много, и так они находятся под огромным впечатлением, оба обсуждают взахлеб, мы пока ехали обратно, их везли в гостиницу, вообще, как бы, возможности применения, то, какие технологические новинки, то, что они узнали, спорят, такие они два таких активных, очень, человека прям, было очень интересно с ними работать. Вот. Виктор приезжает к нам в Сидней, ну, в Сидней сейчас приедет, один из главных участников этого мероприятия, он сам, я думаю, все расскажет. Так, значит, вот, значит, дальше, следующий день, это среда, и мы наметили на среду презентацию, нашим проектировочным отделом тех вариантов, которые мы разработали для института Флиндерса. Это называется, как бы, концепт проект, концепт дизайн, и, вот, на этом, на этой фотографии, как раз, там лишь больше фотографий нет, да, ты больше не подготовил, ну, ладно. вот, на этой фотографии мы как раз сидим в предвкушении встречи с нашими архитекторами, с планировщиками, которые провели довольно серьезную работу, и за месяц в оперативном режиме, на основании той информации, которая, которая из-за, вот, кстати, из-за дрожания, знакомит класс выступать в Скайвей, подвеска, разрабатываемая нами, это все нивелирует, то есть, вы понимаете, что автомобиль, когда едет по дороге, он дрожит, если бы не было подвески, как вот у старых, там, автомобилей 19-го, начала 20-го века, то понятно, что это все вот так вот ходит фудуном, подвеска есть, и в юнибайке, в юнибусе, скоростном варианте, и подвеска, разрабатываемая специально, разрабатываемая нашими профессиональными сотрудниками, которые понимают, что такое подвеска, поэтому, как бы, тут вариантов, вопросов нет. Все это моделируется на компьютере, все это моделируется вживую, все это будет моделироваться на стендах, это будет постоянная работа, для этого нам нужен экопарк, потому что нам нужно будет постоянно улучшать, добиваться максимальных, эффективных, комфортных показателей, поэтому нам нужен экопарк, на котором будут вестись опытные работы постоянно, Не надо думать, что сляпал, поставил, погнал, все, работает, это надо будет постоянно улучшать. Дрожание происходит при разгоне. Потом подвеска, включается подвеска в режим скоростной и его убирает. Вот, спасибо, Руслан, за рекомендацию. Мы сначала давайте лучше построим полномасштабный, а то если мы инвесторам через два года покажем детскую электронную дорогу, мне кажется, нас могут неправильно понять. Значит, нет, не как трамвай. Трамвай дрожит из-за стыков в рельсах. И там происходят удары постоянные. У нас стыков нет. Поэтому происходит плавный разгон, дрожание происходит из-за аэродинамического сопротивления. Коллеги, я просто хочу сказать, что я не инженер, я не технар. Для меня это все как бы, я это просто пытаюсь понимать на логическом понятийном уровне. И плюс постоянно работаю с Анатолий Эдуардовичем. Поэтому, я еще раз говорю, поверьте, 40 лет занимается человек этим. Наши инженеры, вот как раз по центру, вот в этом халате, этот представительный мужчина, это как раз и есть начальник опытно-конструкторского производства. Он этим занимается созданием автомобилей с 1985 года. Формулы строят с 1992 года. Вот к этому человеку вопросы по поводу, а вы вообще понимаете, как работает система амортизации и система подвески? Вот к этому вопросу человек есть вообще как бы, к этому человеку вопросы какие-то есть? Я думаю, что он, ну, как бы немножко понимает, наверное, немножко больше, чем мы с вами. Вот. Тут, кстати, показывается базовая рама для Венебайка внизу. Вот. Поэтому, возвращаясь к нашей презентации, Леш, можешь включить там фотографию, там, где вот мы сидим уже все, там, где с дизайнерами, с архитекторами? Не вот эту, а еще есть там другая фотография, если не ошибаюсь, в ВКонтакте я вешал, где мы всей уже большой-большой компанией сидим за столом, и там чертежи разложены уже, все это концепт-модели. Ну, Виктор, не гении, но, как бы, скажем так, лучше иметь иногда просто команду профессионалов с одним гением, чем кучу гениев, которые договориться не смогут. Поэтому, как бы, здесь лучше так, как есть. Вот. Значит, и приехали... Начинаю немножко заговариваться. Пришли, значит, наша команда инженеров, которые, проектировщиков, дизайнеров, вот. И мы показали им концепт-проект. Ну, опять австралийцы говорят, мы думали, что, ну, как бы, будет на словах, чертежи, может быть, пару картинок покажете, и мы, как бы, будем это обсуждать. Они говорят, да, вы, в принципе, уже все сделали. Да, то есть базовое предложение вами уже создано. Взяли, просчитали, там, если не ошибаюсь, 5-6 вариантов дороги. Есть немного, да. Значит, есть 5-6 вариантов дороги, которые мы предложили с платформами. Почему проект, как бы, не очень удобный для демонстрации? Потому что там огромное количество из этих 13 миллионов, когда нас спросили, ну, наши эти, интернет-недоброжелатели, ну, вы же говорили, что стоимость, там, путевой структуры, там, от миллиона, двух, типа, что так, почему 13 миллионов, там всего лишь 500 метров. Там процентов 80 проекта съедает две платформы, две... Не, Леш, не это, другая фотография еще есть, посмотри. Тут, к этому мы еще, до этого мы еще дойдем. Значит, в этом проекте университета процентов 80-90 съедают два здания станций. И, как бы, Анатолий Эдуардович роду и говорит то, что род. Нас не пугает то, что там перепад на 50 метрах идет. Не пугает то, что небольшое количество, ну, миллион человек в год, небольшое количество, да, то, что, как бы, проект все равно будет успешным, ну, выгодным с коммерческой точки зрения. Не нравится только одно, что мы-то здесь собрались для того, чтобы продемонстрировать инновационную путевую структуру легкую, инновационный подвижной состав для этой путевой структуры. А в этом проекте мы тупо демонстрируем, как мы должны построить две станции. Не инновационные. Как бы, ну, в чем фишка? Ну, род говорит, как бы, ну, он высушил, согласился с Юницким по нескольким предложениям, которые пока я не могу озвучивать, но, как бы, мы... У меня, я юрист по образованию. Вот. Статус мой, вы имеете в виду должность в компании, это заместитель директора по развитию. Заместитель генерального директора по развитию. Спецы... А вот, да, как раз, вот сидят наши... Вот. Петр, спасибо большое за пояснение в чате. Еще раз говорю, я не инженер, для меня эти вещи, как бы, все, ну, довольно... Ну, сложно, я их понятийно понимаю, как многие из вас, в принципе. Вот. Соответственно, мы презентовали пять вариантов развития, пять вариантов строительства путевой структуры, несколько вариантов платформы, где можно совместить со стоянкой автомобильной, где можно сделать платформу на земле. Верхняя платформа, которая находится около библиотеки, она довольно дешевая, там самая вот именно тема, именно с нижней платформой. Есть интересные решения. Рот с большим удовольствием нам поделился новостями, которые у него есть после переговоров с руководящим составом университета, с инвесторами, которые входят в совет директоров университета. Все, как бы, мне много хочется чего рассказать, но, коллеги, некоторые вещи, правда, пока я не могу рассказывать. Вот. И здесь мы также показали ему варианты дизайна станций, варианты дизайна опор, потому что опор можно делать очень разного статуса, разного вида. Есть очень прикольные, есть такие, скажем так, мы нашим дизайнерам дали возможность покреативить. Вот. И они, ну, а архитекторы, когда начинают креативить, там некоторые вещи, это как, ну, может быть, сложно воплотимо, но очень классно выглядит. Вот. Но мы предоставили огромную линейку из 30, мне кажется, разных вариантов опор, которые можно использовать. Вот. И, ну, вот вы видите, вот слева девушка в красном, кто следит за нашими новостями, это Надежда, она является архитектором, она, если я не ошибаюсь, про зеленые крыши она рассказывала. Вот. Справа сидят начальник проектировочного отдела, и дальше вот еще видны наши, как бы, дизайнеры и проектировщики, расчетчики. Вот. Значит, коллеги из Австралии сказали, в принципе, что огромный кусок работы вы уже сделали сами, потому что они думали, что будет небольшое количество. Александр, очень грамотный вопрос, это одно из ноу-хау, потому что крепить их в тупую, как бы, да, приваривая, это не так. То есть там есть свои интересные разработки. Этот вопрос, это один из составляющих ноу-хау технологии. Коллегам из Австралии все это было рассказано, у них вопросов не было. То есть, как бы, им все понятно. Вот. Значит, далее. Далее, мы им это все показали, там обменялись вопросами, связанными с, в том числе, финансированием проекта. Вот. И в этот день мы решили пораньше закончить, потому что, ну, мы во вторник их возили, а у них же еще этот, как бы, временной лаг, да, из-за того, что там в Австралии ночь, и зима вообще в Австралии сейчас. А у нас здесь лето и день. Вот. Поэтому мы их пораньше отпустили. Вот. В четверг у нас были рабочие моменты, связанные с кто что делает. Да, ну, там у нас был целый большой список составлен из вопросов, которые как раз, ну, зоны ответственности. У них зима плюс 15, плюс... Ну, у них зима такая, как температура сейчас здесь, в Минске. Вот. Ну, и, в принципе, мы поделили зону ответственности, чем занимается наша австралийская компания под управлением Рода Хука, чем занимается наша белорусская компания под управлением Анатолия Эдуардовича Юницкого, чем занимаются наши коллеги из инженерной компании, чем занимаются строители и прочее, 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 прочее. Полностью с вами согласен, Алексей. Я также считаю, что зима без снега не зима, но у австралийцев на это другое мнение. Вот. Значит, и, в принципе, ну, там уже были просто такие рабочие моменты, просто надо было расписать дорожную карту, моменты, когда подключаются австралийская компания, какие стоимости, потому что, сами понимаем, что, ну, ничего бесплатного не бывает, ценники у австралийцев конские, но Род, как грамотный проект-менеджер, все их очень грамотно, их как бы показывает, ребята, вот здесь не надо, здесь мы сами сделаем, тем более вы сами видите, что Беларусь может за гораздо меньшую сумму делать очень конкурентную австралийцам продукцию, я имею в виду в плане чертежей. Поэтому мы торганули, торговали с ними еще дешевле, поэтому там, в принципе, они, мне такое ощущение, что они готовы работать уже бесплатно, просто потому, что им вообще нравится проект. Но им нужно поехать довести эту информацию до Совета директоров, и, в принципе, ну, как бы решение уже принято. Вот, и еще в четверг к нам приехали в гости несколько таких уважаемых наших новых коллег, я не знаю, может быть, вы знаете Виктора Тарасова, который подключился к нам недавно, это очень серьезный финансист, очень опытный финансист, очень, он, если не ошибаюсь, работает для ряда крупных компаний, и в том числе в вопросах финансовой грамотности, и мне хотелось, чтобы он познакомился с австралийцами, просто хотя бы установить контакт, вот, и мы сели, где-то минут 40 час разговаривали, у него были вопросы по инвестициям в Австралию, по схемам инвестиционным, вот, да, ну, то есть, и мы где-то вот около часа общались, Виктор с большим удовольствием, ну, познакомился, во-первых, с Анатолием Эдуардовичем, посетил Экопарк, познакомился с австралийскими коллегами, очень воодушевлен, он полностью наш сторонник, единомышленник, он говорит то, что ему также надо было это посетить, увидеть собственными глазами, вот, увидеть австралийцев, он прям, было видно, как он с восхищением знакомится с нашими почетными гостями, вот, ну, и еще было несколько людей, я не буду пока называть, но это люди, которым надо было убедиться, что австралийцы приехали, австралийцы реально, австралийцам надо было убедиться в нашей реальности, некоторым нашим уважаемым почетным знакомым нужно было убедиться в реальности австралийцев. Вот. Олег, по поводу таблицы по расчетам прибыльности акций. Ребята, мы с Виктором, вот в этой, я очень рад, что Виктор присоединился и сейчас ведет вебинары, на которых рассказывает эти вещи. Если бы я мог составить таблицу прибыльности акций, любой, я бы, я думаю, сейчас не с КВИ работал, а занимался тем, что торговал свои прогнозы, составлял эти расчеты прибыльности и вкладывал в те акции, в которые я знаю, что будут стоить. Сложно рассчитать прибыльность акции, сложно рассчитать прибыльность акций венчурного проекта. Поэтому сейчас у нас есть уважаемый Виктор Тарасов, который занимается этими вещами. Вот эти вопросы спрашивают у него, и он подробно на вебинарах расскажет, что такое прибыльность акций, что такое венчурная компания, что такое венчурные риски и прочее, прочее, прочее. Вот слушайте его, как бы все на вебинары Виктора Тарасова. Вот, значит, в итоге в пятницу с утра был крайний визит в КБ, в ЗАО. Да, роду 69 лет. Он, как шутит, старший брат Анатолия Эдуардовича. А, кстати, была очень интересная еще ситуация, когда мы сидели все вместе вечером за столом и общались. Я говорю, что мне было бы интересно, для того, чтобы стать еще более эффективным для компании, это получить какое-то профильное образование в области инфраструктурных проектов, воплощения их. Ну, и мы сидели, обсуждали по поводу того, где можно в Австралии, может быть, где-то в России, где есть интересные варианты, потому что ребята из инженерной компании, они в этом деле, они постоянно учатся, постоянно развиваются, и им есть то, что посоветовать. Вот, и мы обсуждали в плане там стратегическое внедрение инноваций в инфраструктурных проектах, где может быть такое направление, где могут быть совмещать с работой, где можно такую учебу. И Мария говорит очень интересный момент, она говорит, «Виктор, ты сейчас сидишь за столом с двумя главными корифеями этого бизнеса, стратегическое внедрение инноваций в инфраструктуре. Это Анатолий Юницкий и Рот Хук. У тебя есть возможность получать образование непосредственно у двух самых крутых профессоров этого бизнеса, без нахождения в аудитории с другими студентами, без сдачи экзаменов, ну, там, с билетами условно, с вопросами, а сдачи экзаменов реально на практике. Вот. Поэтому, как бы, на данный момент, мне кажется, вопрос с твоим обучением решен. Но, как бы, хорошо, что ты хочешь развиваться, поэтому, как бы, мы обязательно подумаем, как можно это дело, ну, где можно дополнительно получить интересную информацию. Значит так. Вот. И, в принципе, австралийцы с большим позитивом мы все попрощались, и они вылетели в Австралию. Вот Мария сегодня писала мне, что они где-то на полпути, там, потому что до Дубая надо лететь часов 5-6, в Дубае пересадка, и еще 14 часов до Мельбурна, и из Мельбурна еще там 2 или 3 часа до Адалаиды. Поэтому у них почти 24 часа, почти весь день у них происходит полет. Вот. Соответственно, коллеги наши уехали, мы также очень довольны. Очень было это важно для нас, и для всех нас, ребята, вы должны... Извините, коллеги. Вы должны понимать, почему это важно. Мы сейчас прошли очень серьезный экзамен. Спасибо, Алексей, на слове очень серьезный экзамен ты включил велосипед. Вот справа, внизу, это вот мотор-колесо, которое разработано нами, внутри конструкторского бюро, и которое будет использоваться... Ой, извините. Сейчас, у меня тут почему-то включился... Выключился монитор. Извините. Какая максимальная скорость у такого велосипеда, я не знаю. Я, если честно, сам велосипед увидел первый раз. Я был не меньше шокирован, удивлен, как бы, чем Рот и все наши коллеги из Австралии. Вот. Сергей, по поводу сколько собра... Давайте так, на вопросы я отвечу подробно все в конце моего выступления. Дайте, я уже договорю, осталось чуть-чуть. Я вас уже скоро избавлю от своего долгого, затянувшегося вебинара. Но, правда, хочется поделиться, хочется рассказать. Вот. Значит, здесь был пройден очень серьезный экзамен. Под названием мы должны были показать очень опытному австралийскому глазу можем ли мы быть партнерами? Можем ли мы выдавать чертежи? То есть тот продукт, который делает наша компания. И, в принципе, мы эту проверку прошли. Не в принципе, а мы эту проверку прошли. Мы эту проверку прошли на 110%, потому что, я как уже говорил ранее, австралийцы не думали, что мы подготовимся так серьезно. В том числе к презентации, концепт проекта по институту Флиндерса. Они думали, да, что это будет, ну, опять же, несколько фотографий, пояснительная записка небольшая, и все. Мы им предоставили почти полный проект. Вот. Мы это прошли достойно, с блеском выдержали этот экзамен для того, чтобы получить к себе в партнерах в крупную экспертную инженерную компанию. Поэтому, ну, меня там иногда спрашивают, Виктор, почему ты не участвуешь в каких-то интернет-дискуссиях? Ну, ребят, какой смысл? Вот самая главная была дискуссия. Вот был самый главный наш экзамен. Вот было главное самое то, что нужно было пройти. А кто-то в интернете ничего не понимал, не понял, но решил спросить какие-то глупые вопросы. Ну, зачем тратить время? Вы должны помнить, что в моем время оплачивается из вашего кармана. И если я буду тратить его на то, чтобы где-то в интернете спорить с людьми какими-то, ну, с интернет-персонажами, то у вас есть полное право задать вопрос Анатолию Эдуардовичу, как моему шефу, и мне. Виктор, а за что ты получаешь свои деньги? И я, вот в этот момент я не найду, как на это ответить. Поэтому, вот был наш самый главный экзамен, который мы прошли с блеском, с достоинством. Вопросов, как бы, у них нет. Мы начинаем, мы начали работать в Австралии, в Австралии есть несколько проектов, которые РОД сейчас ведет, я имею в виду Skyway. Институт Флиндерса, это не один проект, их у нас уже там несколько. Интерес огромнейший. Мы будем приступать к формированию Совета Директоров, вы увидите, какие люди туда входят, это очень уважаемые, очень интересные люди. В Австралии нет никакого страха по отношению к Skyway. Они готовы, им интересно, нас поддерживает почетный гражданин Австралии, мистер инфраструктура, нас поддерживают крупнейшие инженерные эксперты. Я уверен, что там все будет на образцово-показательном уровне. Вот. За сим я заканчиваю свое выступление. Алексей, включите, пожалуйста, чат. Давайте я поотвечаю на вопросы. из 300 миллионов, как недавно мы выложили новость по поводу аудита компании. Вы там можете видеть, что в районе, если не ошибаюсь, 6 миллионов собрано. Вы должны понимать, что сумма, которая заявлена, 300, она оптимизируется постоянно. мы уменьшаем свои расходы на мужественную спину. Спасибо, Алексей. Это как будто я спиной к инвесторам стою. Но это не так. Мы прозрачны и открыты. Значит, мы постоянно оптимизируем. Вместо дорогих подрядчиков и строителей мы нанимаем более дешевых. Поэтому это не улыбающиеся турецкие какие-нибудь там ребята, которые с удовольствием строят. Это простые мариногорские строители. Но мы здесь можем экономить на всем. Но мы не экономим на качестве. Поэтому сталь из Финляндии мы ждали полтора месяца. Даже два, если не ошибаюсь. Потому что здесь мы сделали выбор по соотношению цена-качество и прочность, которую дали финны. Ребята, я патриот своей страны. Я бы тоже хотел, чтобы мы покупали все в России. Но мы даже не забывать, что мы думаем об инвесторах в первую очередь. Поэтому мы должны показать качественную путевую структуру с прочной сталью. Ну, созданную из прочной стали. И поэтому мы вот ждали сталь полтора месяца примерно. Сейчас будем уже скоро монтировать. Анатолий Дуарович на встрече с австралийцами сказал, что в июле. Но опять же, будет-будем. Вот. Поэтому сумма итоговая постоянно оптимизируется. И это уже не 300 миллионов, это меньше. И вы сами видите, что в принципе в октябре мы все покажем. потом, конечно, в следующем году, в 17-м году нам надо будет построить высокоскоростную трассу, продлить. Вот. Но я думаю, что демонстрация как бы снимет огромное количество вопросов. Да, в принципе, и Австралия показывает, что все у нас будет хорошо. но не расслабляемся, потому что мы должны понимать, что краудинвестинг штука такая, инвестиции нужны, поэтому расслабляться рано. Работаем. Так. Когда закроют вход в корневую компанию? Блин, я вот честно очень хотел бы предсказывать будущее, но мне кажется, тогда бы очень скучно жил, поэтому пока не знаю. Как с Россией? Все происходит у нее под носом. Россия, Минтранс тогда сделал свой ход и там написано в принципе в решении, что ждем демонстрации. Хорошо, как бы мы все продемонстрируем. Мне вот в этой во всей честной истории с Россией, с этим вот там что-то на экономическом форуме по поводу вакуумных поездов мне вот интересный вопрос такой, то есть почему из далекой Австралии человек уровня министра транспорта не гнушается приехать посмотреть, лично убедиться, докопаться до мелочей у создателя проекта, привести своих коллег, людей, которые как бы немножко занятые вообще-то, им просто так неделю выделить из своего расписания, они с большим удовольствием поехали бы, может, куда-нибудь отдохнуть. Вот. И почему вот эти люди приезжают, не гнушаются садиться с нами за один стол переговоров, совместно делать компанию, совместно внедрять в далекой Австралии проект, а вот наши коллеги, не знаю, ну, как бы, не важно. Не важно, мы работаем, и мы всем покажем отличный результат, мы проходим все эти экзамены, все будет у нас. А дальше разберемся. Вот. так. Может ли стройка в Австралии начаться раньше? Посмотрим. Тут зависит от того, там нужно, мы не забываем, ребята, коллеги, что, это как бы не просто побежали строить, что-то там куда-то вкопали, забили, повесили, поехали, ура, круто. Там огромная работа, когда начинается стройка, считайте, что уже проект сделан. Там огромная работа, связанная с чертежами в Беларуси. Нам нужно будет получить и изучить огромное количество документации, нормативов, по которым надо будет делать чертежи, оформлять. Не стройку вести, а чертежи оформлять. Применить это у себя. По этим нормативам сделать чертежи. То есть, это называется technological transfer или передача технологии. И я просто занимался вот этими вопросами в своей предыдущей работе. Это серьезно. Это начинается от того, настроить каналы связи, защиты, облачные, электронные подписи, документации. Первое. Обмениваться специалистами, которые будут работать там, в Австралии, здесь у нас, для того, чтобы понимать, что такое струнный транспорт, что такое, что мы делаем. Надо будет готовить там ремонтные бригады, эксплуатационщиков, потому что, сами понимаете, неделя простоя в связи, например, с какой-то поломкой, а должна оплачиваться. А кем она должна оплачиваться, угадайте, да? Поставщиками технологии. То есть, работа по передаче технологии, вот это вот, это отдельная одна история. Это очень интересная задача. и как бы, эта задача такая, как говорит Сергей Анатольевич, начать и кончить. Вот. Дальше. Почему SkyWay не представлен на экономическом форуме? Ну, наверное, потому что американские технологии нашим русским патриотам, которые все стали в последнее время важнее. Не знаю. Мы как бы, нас вот в Берлин позвали, нам пришло приглашение от администрации инотранса, приезжайте с вашей технологией. Вот в Берлин почему-то зовут на глобальную транспортную выставку, ну, самую большую в мире. В Берлин позвали. В Берлин мало того, что позвали, когда они нам предложили, ну, там, такой небольшой трехметровый стендик в разделе инновационные транспортные технологии. Анатолий Дорович сказал, ну, у нас к сентябрю будет готово два подвижных состава. Давайте мы покажем им нашу версию вот этого выставочного комплекса, к которому мы хотим приехать, и, может быть, мы с ними договоримся, может быть, они нам побольше дадут. Мы рассчитали, что нам нужно там 60 примерно квадратов. Дизайнеры спроектировали, мы отослали, к нам через час приходит ответ. Мы начинаем вам, для вас поиск выставочного зала. В итоге, через неделю, заметьте, регистрация на выставку закончилась, если не ошибаюсь, там, в начале года. Они просто экстренно искали инновационные технологии, потому что им нужно было этот вопрос закрыть. Они, то есть, все места уже были разобраны давно. В итоге, они для нас нашли на этаже, где находится Симмонс, Хитачи, Допельмайер, это, ну, Симмонс, знаете, что такое, Хитачи тоже знаете, это не только телевизоры производят. Плюс, Допельмайер, это канатная дорога, одна из крупнейших компаний. Вот, и мы, на этом этаже, хорошей компании, уважаемых людей. Вот, соответственно, ну, опять же, мы помним, что туда, там, конечно, на всех выставках происходит сразу промышленный шпионаж, должны понимать. Поэтому туда и поехать, не зарегистрировав промышленный образец, патенты и прочее, ни в коем случае. Поэтому поедем, уже все, как бы, защищенные полностью. Вот. Рот говорит, если надо, я готов приехать, поддержать, рассказать, как бы, все будет нормально. Вот, поэтому, почему нет нас на экономическом форуме? Ну, потому что, потому что, потому что, будем на Берлинском. так. Так, 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 А Маск будет, Маска не будет. Ребят, у нас все, либо журналисты намеренно искажают информацию, либо не хотят разбираться, я не понимаю. Маск к проекту гиперпетли не имеет никакого отношения. Он закинул концепт 30-страничный, его можно до сих пор прочитать, если не ошибаюсь, на сайте у SpaceX. И все. Он, как бы, я идеологически с вами. Причем еще такая интересная вещь, заметьте, ну, это вот, это вот называется американский маркетинг. Технология вакуумного поезда развивалась компанией ЕТ-3. Достаточно давно. Они пытались, я следил, как бы, ну, как бы, мы отслеживаем все, делаем анализ всех сопутствующих, то есть, всех технологий транспортных, которые могут потенциально составить конкуренцию. У нас есть отдельно мозговой центр в компании, в котором сидят, как бы, умные ребята, в том числе я. Извините. Вот. В котором, как бы, сидят люди и просто, скажем так, смотрят, что есть, сравнивают, высчитывают. Вот. И, значит, технологии компании ЕТ-3, вакуумного поезда, давно, в Америке, там, он лет 20, наверное, там, несколько команды таких инициативных ребят пыталась развиваться, там, сюда, тыкались, мыкались, как бы, ну, ничего не получается. Появился Илон Маск со своим, как бы, именем, брендом, скажем так, да, сказал, вот, здесь интересно. И сразу туда люди обратили внимание, сразу там появились компании какие-то, сразу там деньги закрутились, наши сразу подтянулись, инновационные все сразу стали очень, вот. А до этого, я говорю, ну, была же технология-то. Все дело просто в американском маркетинге. Красивые, белозубые улыбки венчурных инвесторов, кремниевая долина, шампанское, тролливали, вот это все. как бы, есть и есть, хорошо, посмотрим. Вот. Я просто, я не инженер, но я понимаю, что сделать вакуум на земле, в трубе, по нему шарашить кабины с 1200 км в час и все это шлюзы, систему управления, с собой возить кислород, не дай бог сломается, не дай бог теракт, не дай бог землетрясение. Ну, наверное, у них какие-то вопросы, ответы есть. Мне, на самом деле, было бы интересно с ними на выставке поговорить, потому что, ну, просто, даже просто интересно, как они решают, потому что, если они нарисовали рисунки и сейчас с ними бегают, а наши высокопоставленные друзья это транслируют, то тогда вопрос вообще, как бы, зачем? Ну, ладно, короче, это все, рынок, рынок всех рассудит. Вот. Почему в новостях Австралии говорят Skyrail, а не Skyway? Этот вопрос, меня с ним уже достали. Ребят, ну, вы знаете, как вообще делается заголок для статьи? Берется какое-нибудь слово, смысловое, из статьи, которое является определяющим для всего набора. Мне кажется, эти курсы, основы журналистики вам рассказывают. Вставляется в заголок, к нему присоединяется какой-нибудь еще, ну, какие-нибудь слова из темы, чтобы напоминало, может, какой-нибудь пословец, знаете, бывает там, или какую-то расхожую фразу, или что-то еще, и формируется заголок. Вот они поэтому назвали Sky High, потому что это Sky Scraper, небоскреб, Sky, там, Rail, ну, вот и все. Не потому, что наша технология называется в Австралии Sky High, а австралийцы украли. Ну, вот эта паника безумная, конечно, это минус краудинвестинга. Это как, знаете, в курятнике, что-то произошло и сразу начинается, а-а-а, украли, побежали, что происходит. Люди, ну, будьте, будьте спокойны, поспокойнее. Допельмайер D-O-2-P, это то ли швейцарское, то ли немецкое название, посмотрите, ну, введите, просто на русский, напишите в гугле, как слышат, так и пишется. Так. Когда придет время сертифицировать технологию, то кто будет проводить сертификацию нашего транспорта Skyway? В Беларуси местные белорусские органы, в Австралии у них есть агентства государственные, которые занимаются сертификацией, вот, и, в принципе, наличие вот наших партнеров, которые будут заниматься вместе с нами приземлением чертежей в Австралии, снимает большое количество вопросов. Еще раз говорю, в Австралии, вообще за рубежом, ну, в развитых странах, да, институт репутации очень важный. Вы просто, ну, как бы, мне вот был очень интересный комментарий, что вы там показываете, какие три мужика ходят по этому, по вашему экотехнопарку, что-нибудь непонятно, ничего. Ну, для кого-то это просто три мужика, а для кого-то это люди, живущие в том мире, где слово репутация, это не пустой звук, где под репутацию открываются, закрываются очень много интересных направлений. Вот, то, что нас поддерживает компания с такой репутацией, и их логотип на документации присутствующий будет, снимает огромное количество вопросов. То есть, сертификация это набор последовательных действий, которые мы знаем, как сделать, которые знают, как сделать наши коллеги. Там нет ничего такого страшного, это просто надо будет сделать большую документационную работу. Мы знаем, как ее сделать, и мы ее сделаем. Так, ну, с деньгами в Литве это отдельно, я расскажу, как бы, разбираемся и разберемся. Это, к сожалению, не быстрое решение. На какие деньги австралицы будут строить свой демонстрационный участок? На общие? Козленочек маленький, на всех не хватит. Значит, здесь, чудес не бывает. Начальную инвестирование будем проводить мы, за это мы будем увеличивать свою долю, вот, но, как бы, сейчас есть такая возможность из-за хорошего, скажем так, инвестиционного потока. И, если бы этого не было, конечно, было бы сложнее внедрять, вот, так как мы можем это позволить. Вы сами видите, что старт в Австралии принес для нашего проекта огромное количество новых инвесторов и огромное количество новой уверенности. Поэтому я целиком поддерживаю решение Анатолия Эдуардовича и СО на начальном этапе дать старт инвестиций в Австралию для того, чтобы это приносило нам огромное количество дивидендов, скажем так. Как скоро будет демонстрация дорог? Ну, в октябре. Я думаю, что это вроде везде об этом написано. Вы сказали, что стараетесь работать с более дешевыми подрядчиками, так как это работают не профи. Так, я не сказал, что работают не профи. Я сказал, что работают не турецкие строительные компании, например, которые считаются серьезными опытными строителями, более опытными строителями. Работают белорусские строители, они не менее опытные, они тоже умеют строить, они знают, с какой стороны к кирпичу подходить там или к экскаватору. Просто по соотношению цены они дешевле, чем турецкие. Ну, вот да, Александр прав, в турке есть туркин. Грузовой транспорт походу не успеваете построить в октябре 2016 года. В понедельник будет на полигоне очередной этап. Мы начнем строить, ну точнее, на чем можно уже рыть котлованы под грузовой транспорт. Вот. Но опять же, всему свое время. Значит так, когда вы планируете выйти на биржу? Давайте так, коллеги, вы должны понимать, все вопросы, связанные с выходом на биржу, прогнозом стоимости акций, когда мы начнем делить наши деньги, когда мы начнем получать дивиденды, все зависит от одного. Когда компания начнет получать прибыль. а не тогда, когда... Если бы... То есть, дивиденды без прибыли платить лучше не надо, это плохо заканчивается. Стоимость компании можно оценить после того, как компания начнет прибыль приносить. Без прибыли, как бы, оценка сложная. Без прибыли выход на IPO ничем, кроме краха, не закончится. Это невозможно. Поэтому, когда компания начнет получать прибыль, это более правильный вопрос. После демонстрации... Ну, то есть, вот мы планируем, например, коммерческий проект в Флиндерсе запустить в следующем году, в 2017. Значит, где-то в 2018, в 2019 начнется прибыль. Ну, где-то так. То есть, мы деньги не печатаем. Здесь чудес не бывает. Есть работа, есть коммерческий проект, есть прибыль. Нет этого всего. Мы сидим, как бы, без этого, без прибыли. Так, сейчас я повыше подниму. Еще раз повторю. Идите все на вебинары Виктора Тарасова. Виктор высококлассный специалист, трезво стоящий на ногах, трезво стоящий, прочно на ногах, опытно, очень опытный, ориентирующийся в финансовой науке, преподающий финансовую грамотность в крупных компаниях. Он отлично вам объяснит, что и как технология в финансовой стране Skyway. Так, по поводу делегации с Украины, я не знаю, я пока не могу. Ну, то есть, у нас была делегация с Австралии. В каких странах ведутся переговоры о строительстве Overground? Skyway, я так понимаю. Значит, здесь вопрос коммерческой тайны. Опять же, у меня подписано трудовое соглашение, у меня подписано соглашение о конфиденциальности. Я могу открывать только ту информацию, которую, видите, открыто. Вот, есть Австралия. Я могу, то есть, как бы, ну, мы ведем переговоры во многих странах. Поэтому все по мере открытия информации. Так, вот как раз вот Мила пишет о том, о впечатлениях Родова в письме, которое он написал ей. Очень интересно. А мне не написал. Вам только. Так. Крупные юридические лица могут стать нашими инвесторами. Могут. И без проблем мы, как бы, всех ждем. Так, на немецкий язык мы сейчас переводим. Перевод идет. Так. По Абудабе проекту пока никакого движения нет. Там также вопрос именно продемонстрируйте. В 90% случаев все, как бы, на себя люди не любят брать ответственность лишнюю. И говорят, мы с вами целиком и полностью продемонстрируйте, будем говорить. Рот один из немногих и почему так ценится его участие в проектах. Что этот человек с очень серьезным опытом взял на себя очень серьезную ответственность. Мало, он как бы не взял на себя риски проинвестиции. Он инвестор, да, наш. Я просто не знаю, на какую сумму и если бы я даже знал, я не сказал, потому что в следующий раз вы спросите, Виктор, а что ты рассказываешь сумму инвестиций? А ты и мою можешь рассказать? А если кто-то не хочет рассказать, какая у него сумма инвестиций, почему я должен ее рассказывать? Вот. И он взял на себя ответственность не просто как инвестор, да, и сидит, как бы, как многие, дрожат. Он взял на себя ответственность как директор компании. А директор компании, вы понимаете, это совершенно другая ответственность. по поводу внутренней биржи, продажи, вот это вот все, я как в ноябре, я не помню, в декабре или в ноябре был телемост, когда я выступал, и я тогда заявил, и я не отказываюсь от своих слов, мало того, я вижу по всем идущим сейчас финансовым, финансовым мире движениям, вы видели, может быть, многие выступления Германа Грефа, который сейчас очень суетится, что Россия отстает по финансовым технологиям от всего мира. Очень многие крупные банки сейчас вкладывают большие деньги в то, чтобы не отстать, не остаться за бугром, не остаться за бортами этого набирающего скорость движения под названием новой финансовой технологии. Сейчас открываются вот эти вот децентрализованные биржи. Я просто к чему? Внутренняя биржа. Вы поймите, мы сейчас, если начнем еще деньги тратить на деньги, на внутреннюю биржу, то опять же будет вопрос от вас. Ребят, а как бы, может быть, транспорт построим сначала? Куда вы там деньги вбухливаете уже в какую-то биржу? И мы не специалисты по созданию внутренних децентрализованных бирж. Мы будем использовать существующие решения, которые разрабатываются сейчас активно многими командами в мире. Децентрализованные биржи, основанные на блокчейне. Посмотрите, в интернете это очень интересно. Я сейчас большим удовольствием в этом тоже разбираюсь. потому что там происходят очень интересные движения, которые тоже будут менять очень сильно скоро финансовую составляющую мира. То есть, как вы знаете, компания Uber, кто следит за инновациями, это вот компания такси. У них даже своих такси нет. Они все, все это по интернету происходит. Но стоит почему-то 70 миллиардов долларов. Газпром, если не ошибаюсь, стоит уже столько или даже меньше. Компания такси. А почему? Потому что взяли просто умные люди и убрали всех посредников между покупателем услуги такси и таксистом. И нету таксопарков, нету счетчиков, нету расчета деньги. Все, ты в интернете, ты нажимаешь кнопку, приезжает такси, тебя забирают, увозят. 70 миллиардов долларов. Вот то же самое сейчас делают в финансовом мире. Ты нажал кнопку, инвестировал, нету брокеров, расчетных компаний, регистраторов, биржа, я имею в виду биржа официальная такая, то есть не децентрализованная. Это убирает огромное количество сопутствующих расходов. И это сейчас то, что сейчас происходит в мире. И мы в том числе в этом с интересом поучаствуем. Я уже связался с несколькими компаниями, они все примерно на конец года этого планируют. Надо будет разобраться, чтобы не влететь нам, не дай бог, куда-нибудь на какую-нибудь биржу, где так торганем, что лучше будет не вспоминать. Поэтому этот вопрос очень важный. Мы все отлично понимаем, что инвесторам не только интересно вложиться и поучаствовать в этом большом проекте, но им интересно еще вернуть как бы обратно прибыль и деньги. Поэтому, конечно, мы об этом каждый день думаем, заботимся и предоставим вам решение, которое будет отвечать требованиям. Возможности частично свои инвестиции или не частично, или всех, кто-то хочет, ему нравится какой-то другой проект, он хочет деньги вернуть, увеличенные инвестиции вернуть, ну и куда-то другое место пойти. Вопросов нет. Это нормальная логика венчурного инвестора. Так, а поездка в октябре в ЭТП тоже будет компенсироваться акциями? Ну, давайте мы там потом. Страсть просто вот людей к чему-нибудь такого, чтобы компенсировать нескренимо. Не знаю, это будет потом. Спасибо, Владимир, да, за ответ. Компания будет получать, прибыль будет получать, по поводу австралийского, да, мы участвуем, наша компания Корневая учредила, соучредила австралийскую компанию, которая будет в свою очередь создавать и управлять проектами на территории Австралии и наша компания будет получать доходы от доходов австралийского направления. Это логика корпоративного строительства. Мне даже странно, что народ такие вопросы задает. Ну, конечно. Так. Симакс. Ну, на Симаксе, вот мы частично сейчас, это как точка инвестиционного входа. В принципе, если Симакс продолжит развиваться так же активно, как он развивается ранее, то у них есть, в принципе, все шансы разработать технологию децентрализованной торговли, децентрализованного реестра и составить конкуренцию сейчас развивающимся технологиям в этой области компаниям. Сейчас этот рынок кипит, бурлит, он только начинает, формируется, там есть возможность занять место. Но, опять же, меня спрашивают, Виктор, а мы побежим туда? Я говорю, давайте мы будем заниматься каждый своим. Вот мы занимаемся транспортом, давайте финансовыми технологиями будут заниматься те, кто этим занимается. Мы с большим удовольствием будем работать с ними, партнерствовать, запускать совместные проекты на этих площадках. Но поверьте, давайте мы оставим потом, в будущем, когда будет у нас создаваться наш Skyway фонд, который будет инвестировать в сопутствующие технологии, можно будет отдельно куда-то инвестировать еще, но это хорошая, хорошая мечта. Кстати, об этом мы с Виктором Тарасовым говорили, о таких стратегических планах развития компании, что такие вещи надо будет создавать. И для этого нужны будут хорошие опытные специалисты. Ну вот, Алексей из Иркутска правильно сказал, в Simaxe внедрят блокчейн, и там можно будет развернуться. Я полностью поддерживаю, я за партнерство. Так, какие адресные проекты будут запущены в ближайшее время? Еще раз говорю, вот перед вами сейчас есть один из логотипов, логотип точнее этого университета планируется там. Что будет дальше, я не могу раскрывать эту информацию. Ну, вопросов много, я вот просто читаю, некоторые убегают от вопроса. Так, кто входит в советы директоров компаний? У нас нет советов директоров компаний, все компании управляются по одному директору. Совет директоров будет в Австралии для того, что он там нужен. Там, где не нужен совет директоров, его дело тратит того, чтобы он там был. Ну, как бы, это же не детский сад. Так, какие проекты в России планируются? Ну, опять же, я не могу открывать некоторую информацию, просто потому, что есть такое понятие, как коммерческая тайна. Если спикеры выражают какое-то свое мнение на вебинаре, это их частное мнение, и мы как бы за него не можем нести ответственность. Поэтому так. Как насчет адресного проекта «Шелковый путь»? Слушайте, давайте мы сначала достроим экопарк, начнем в Австралии, а потом уже «Шелковый путь» через пять стран протянем. Поедет, решат без нас, пусть делают. Я как бы здесь абсолютно спокоен. Мы свой кусок возьмем. Больше, не больше, не меньше. Вот все. Людмила, я не понимаю, почему многие стремятся скорее избавиться от акций, ведь они должны работать и приносить доходы в будущем. Виктор Тарасов очень хорошо объясняет, что венчурные компании, они большой плюс имеют благодаря тому, что у них акции растут взрывным образом. Дивиденды это история уже устоявшихся больших корпораций, которые в будущем. Потому что я сейчас вам объясню, вы внимательно меня послушайте, логику. Вот смотрите, новая компания растет, зарабатывает деньги, ей нужно тратить деньги в захват как можно большего числа, как можно большего рынка, новые адресные проекты, найм специалистов, найм сопутствующих компаний, участие партнерское в создании развития проектов. Понимаете, на это тратятся деньги, компания увеличивается, прибыль, то есть ее стоимость растет. Понятно, да? Все, выросло, круто, превратилось в большого транснационального монстра. А теперь мы откатываем назад, компания растет, но берет и вместо того, чтобы деньги вкладывать в рост, выплачивает акционерам дивиденды. Акционеры вааа, круто, на следующий год компания закрывается, потому что она не вложила деньги в рост, она вложила деньги в то, что выплатила акционерам дивиденды. Вы как акционеры, какой вариант предпочитаете? Первый, где компания вкладывает в рост и ваши акции растут. Или второй, где ну вы получили дивиденды, круто, и все. Ну, понимаете, то есть как бы я попытался объяснить сейчас, я думаю, что довольно доходчиво, почему я так вот считаю. Так, Виктор, я спрашивал, мы получаем прибыль только от приобретенного билета пассажирам или от прокладки каждого километра дороги тоже? Так как мы планируем быть и генеральным проектировщиком, и генподрядчиком, то мы планируем получать прибыль как от строительства, так и от эксплуатации. Поэтому и так, и так. Выход на IPO ожидается не ранее 2019 года. Елена, еще раз повторяю, вот с этим IPO, ваш вопрос как инвестора на самом деле звучит так, когда я смогу выйти частично в деньги, а не когда выход на IPO. IPO это нужно выходить тогда, когда компания хочет привлечь еще больше инвестиций, для того, чтобы еще больше взрывным образом развиться. Люди могут выйти в деньги, когда компания начинает получать прибыль. Я сроки обозначил. 2018-2019 год мы планируем начать получать прибыль, и, конечно, тех инвесторов, которые хотят частично выйти из проекта, мы предложим обратный выкуп. Алексей из Иркутска приводит абсолютно правильный пример. Воррен Баффет сказал, а это финансист, который немножко понимает финансовые науки, он сказал, что вы получаете деньги от роста стоимости акций фонда Berkshire Hathaway. Зачем вам дивиденды? Дивиденды это выброшенные из компании деньги. Я с Вороном Баффетом позволю не согласиться с себя. Конечно, дивиденды тоже важная штука. Но в венчурных компаниях важен рост акций, рост стоимости компании. Все должно быть заточено на это. Расти, 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 сражаться с конкурентами, патентовать, участвовать в промышленных войнах, покупать компании, покупать команды целиком, покупать новые технологии, вкладываться, вкладываться постоянно в рост. Для того, чтобы компания постоянно могла быть конкурентной. Если этого не будет, а из нее вытаскивать деньги лопатами, давать акционерам, ну тогда через некоторое время просто мы займем вот такой маленький кусочек и вы нам все скажете спасибо, ребята, но мы что-то ничего не поняли. Так. было заявлено, что акции находятся в независимой компании реестра держателей. Что это за компания? Компания, вот, пожалуйста, ну, сделайте, потрудитесь, зайдите в личный кабинет. В личном кабинете РСВ есть раздел материалы. В разделе материалы есть инвестиционный меморандум. Там 60 страниц. Его писали не просто так. Его писали для инвесторов, чтобы они его читали, чтобы они его пытались осмыслить. Там есть название компании, оно большой логотип на первой странице устава. Его сложно не пропустить. Так. 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 если все будет хорошо с демонстрацией в октябре, можно ли будет в конце этого года продавать акции? Еще раз, коллеги, не демонстрация приносит прибыль. Прибыль приносят адресные проекты, где физически либо ты перевозишь тонну груза и получаешь за это прибыль, либо перевозишь человека и получаешь прибыль с билета. Демонстрация прибыли не принесет. Так. Нет. Вопрос такой. В октябре можно будет посмотреть только запуск или прокатиться тоже? Нет. Давайте так. Вот компания Boeing, любимый пример Антоли Дуарыча, прежде чем выпустить Airbus новый, она делает 5-6 моделей Airbus'а и начинает их взрывать, ломать крылья, пробивать обшивку, поджигать, затоплять и прочее, прочее, смотреть, как ведет себя технология в реальном времени. Поэтому на эко-парке мы планируем только испытателей катать. Так. Сейчас. Какое количество свободных мест на выставку будет? Ребят, коллеги, заходите на сайт Inotrans, покупайте билеты онлайн. Все. Там билеты не так дорого стоят. Поэтому, ну, свободных мест нет. У нас все свободные билеты для того, чтобы поехала наша команда. А, ой, слушайте, Владимир, все, я-то понимаю, меня уже прерывают. Все. всем спасибо большое за внимание. Спасибо большое, что дали возможность выступить перед большой аудиторией такой заинтересованной. На все вопросы у нас есть ответы. На все технологические вопросы у нас есть ответы. Все экзамены мы пройдем. Спасибо большое за поддержку. Мы делаем очень правильное и очень хорошее дело. Все вместе. И вы сами видите, что поддержка есть серьезная и из других стран, и от очень уважаемых людей. Итак, коллеги, я надеюсь, со звуком у нас все в порядке. Хорошо ли меня слышно? Пожалуйста, поставьте кто-нибудь плюсик. Благодарю вас. Я передаю всем солнечное настроение с острова Крита. Уже послезавтра мы встречаемся здесь с нашей группой активистов. Но сейчас немного о статистике. Виктор, благодарю за прекраснейшую, интереснейшую информацию, которую мы все долго ждали. И на такой прекрасной волне мне также хотелось сказать немножко статистики, то есть о том, что активный период сейчас продолжается. И если брать предыдущий месяц, то с предыдущего месяца, вы помните, что мы говорили, что у нас активно участвуют 64... китайцы, многие страны, такие как Хорватия, Македония, Румыния, Канада, Нигерия, Западная Украина. И у нас уже с июля месяца, пожалуйста, будьте внимательны, особенно сейчас, в этот период запускается целая серия конференций, турны по городам России, очень большая, и также по другим европейским городам. Будьте в курсе, сейчас каждую неделю в расписании, на сайтах, в личных кабинетах, также на сайте Анатолия Дорогича Юницкого, и в кабинетах РСВ и Капитал вы можете увидеть расписание с адресами проведения мероприятий оффлайн, онлайн, то есть практически каждый день сейчас идет информация, подключайте, подключайте своих знакомых. Также из новостей могу добавить и сказать о том, что с 1 июня у нас обновились условия для наших региональных лидеров, я не буду сегодня останавливаться на этом, мы это будем решать все в рабочем порядке, но скажу, что у нас дополнены новые условия для региональных лидеров, то есть новые возможности для сотрудничества, пожалуйста, заполняйте форму регистрации для сотрудничества, для работы и связывайтесь напрямую, проявляйте инициативу, и вы все получите, всю информацию в ближайшие дни. Также хочу еще сказать о том, что буквально послезавтра мы ждем группу более 40 человек, наших активистов со всех стран мира на Кипре, мы уже встречаем, напоминаю, что в 18.00 время местное в поле гостиницы мы встречаемся, более подробная информация будет также во время информационной встречи, мы ждем наших активистов, у нас будет очень интересная встреча, хочу сказать, что Кипр, я сейчас нахожусь здесь пару дней, просто это остров банков, и вы знаете, что нашим партнером является также один из банков на Кипре, и мы обязательно посетим представительство, здесь у нас эта встреча также запланирована, и еще хотела бы напомнить о том, что 25.00 числа в 10.30 у нас состоится на Кипре, сейчас адрес я сброшу коллеги прямо в чат, в гостинице у нас состоится конференция, приезжает также Виктор Бабурин, я надеюсь, мы еще больше новостей, подробностей услышим, потому что, ну, очень интересный сейчас этап, приезжает Алексей Суходоев, наши директора, лидеры, поэтому у нас будет рабочая встреча, и мы все очень активно поработаем. Я сейчас передаю слово следующим спикерам, для того, чтобы мы очень быстро и компактно могли проговорить все новости для вас, и я приглашаю Нэту Анжи, приветствую, коллеги, очень рада с вами вместе быть здесь и прослушать эту воодушевленную лекцию, рассказ Виктора Бабурина, и, конечно, мы сегодня уже на этом практически заканчиваем, много не будем тратить больше вашего времени, хочу напомнить, что мы понедельник в 19.00 встречаемся, мы будем обсуждать моменты стратегии, потому что это была тема моего сегодняшнего выступления, поэтому, скажем так, по поводу стратегии встречаемся понедельник на рабочей встрече, сегодня, что хочу сказать, вы лучшая команда, вы уникальная команда, капитал, все партнеры, все инвесторы, все группы, все регионы, лидеры регионов, советы лидеров, каждый инвестор, кто принимал участие, потому что это уникально, как мы поработали, как мы закрыли шестой этап, как мы поработали в мае месяце, мы достигли своих вершин на данный момент, мы победили своих предыдущих рекордов, и я думаю, что достигая такой высокий, стабильный, увлекающий уровень, на такой волне мы должны идти дальше, вот сегодняшний рассказ показывает, что в компании все классно, в компании все происходит на ура, но знаете, это происходит только благодаря вам, вы большая часть этого успеха, и самое главное, сейчас не начинать наслаждаться этим достижением и успехом, и радоваться тому, что происходит, потому что вы услышали от Виктора, что в течение двух месяцев у нас огромнейшие задачи, у нас задача выйти в Берлине, выйти на выставку и быть самыми одними из лучших или самыми лучшими на этой выставке, у нас очень огромные задачи, это все зависит от нас. Пару цифр я вам скажу, чтобы вы поняли, что мы сильная команда и рассчитывали, что с этой командой вместе мы можем сделать еще очень много. Вы знаете, в мае месяце мы достигли уникальный показатель, это 800 регистраций в день. Да, вы скажете, было сложно, были дни, когда невозможно было войти в кабинет, и я поясню, почему. Кабинет удивился нашей активности, сегодня мы к этому готовы, мы поменяли многие технические, как говорится, свои возможности, улучшили и продолжаем это делать и в будущем, но у нас были ситуации, когда 4703 пользователя одновременно находятся в личном кабинете и готовы производить свою инвестицию. Это уникальная активность, поэтому радуйтесь тому, что мы сами творим, как говорится, своими руками, своим участием. Хочу поздравить всех партнеров, это больше, чем 22 тысячи. Я сейчас говорю про компанию, группу, команду Capital. 22 тысячи партнеров и уже поздравительно, конечно, всем хочется пожать руку, аплодисменты для всех, потому что консультантов у нас уже 980, лидеров 629, мастеров 67, экспертов 8. Вы понимаете, что это за сильная команда, с помощью которой мы можем двигаться дальше очень успешно и не останавливаясь. 23 с половиной тысячи это постоянных инвесторов, это очень хороший показатель. Сегодня акцент на постоянных инвесторов, еще мы перейдем на новую категорию инвесторов и о них еще раз поговорим в понедельник, чтобы вы поняли, как стремительно идти к новому статусу, который мы сегодня предлагаем. Еще хочу сказать, что нужно сравнивать свои показатели каждому лично и, конечно, в группах, командах, регионах и выйти на такие серьезные показатели. И сейчас хочу озвучить цифры, которые говорят о том, что только за один месяц нам удалось увеличить свои команды и увеличить объем привлеченных инвестиций. делал расчеты по разным командам. Это составляет 48%, 64%, 73%, даже 114% мы рассматриваем отдельные команды. Это сильнейшие команды, которые увеличивают объем потока инвестиций по сравнению с предыдущим месяцем. Друзья, не останавливаемся. То, что кто-то это делает, показывает, что каждая из вас, каждая команда может к этому тоже стремится. У нас цель седьмого этапа это увеличение команды, привлечение новых партнеров, новых инвесторов и реально, конечно, сохранить и увеличить постоянный, очень серьезный поток инвестиций, которые мы уже достигли. Стратегия. Давайте сегодня пропустим стратегию, потому что нужно остановиться и продумать для того, чтобы понять и участвовать в этой стратегии. Но озвучу новый статус. Новый статус это не по карьерной лестнице, не за то, как много вы сделали и привлекли с командой. Новый статус это почетный статус, почетный статус каждого, кто участвует, каждого участника проекта. Кто пожелает себе этот статус, он сам его и создаст. Это статус ответственный инвестор. И мы ставим основную цель на седьмой, восьмой этап каждый приблизится к статусу ответственного инвестора. Были уже вопросы во время первой лекции, скажу вам быстренько. Да, с понедельника мы запускаем многоязычный новый кабинет. Сам новый кабинет в новом дизайне проявится немножко позже, наверное, в концу недели. Но с понедельника мы запускаем ура, немецкий язык. Кто тут спрашивал про немецкий язык? Да, мы уже запускаем немецкий язык, запускаем литовский язык, запускаем французский язык. Это все, начиная с новой недели, мы очень большими шагами идем вперед друзья открывайте кабинет иначе ищите новый инструмент это лендинг партнера лендинг партнера в разделе инструменты партнера последний новый воспользуйтесь инструментом понедельник поговорим еще раз об этом как с ним работать какие перспективы он нам развивает то есть все что компании делает для того чтобы мы свои стратегические результаты достигали все лучше и лучше и самая хорошая новость вот без этого не могу как говорится выключить микрофон и уйти самая лучшая новость у нас новый программ проявлять появляется из уже в течение недели постепенно в кабинет и будут выставлены новые программы для детей то есть под названием кида студент до ребенок и студент по потом ознакомиться с условиями это действительно детские программы возрасте с нуля до 18 лет или до совершеннолетия всем детям то есть родители бабушки и дедушки пожалуйста теперь наступил тот счастливый час именно лето то время когда мы можем очень активно подумать о детях и создать для них специальные детские программы и еще будет дополнительно специальная программа для именно партнеров называется резерв поговорим об этом на рабочей встрече самое главное дорогие друзья вот берлин октябрь опять экотехнопарк и все наши вот эти активные мероприятия которые проходят но никак не могут произойти происходить без нашего участия и самое главное участие это наверное находить хороших понятливых и ответственных инвесторов и давайте работать с новым инструментом это программа инотранс которая участвует и в конкурсе участвуем все в конкурсе сегодня были заданы вопросы как получить билет как попасть в берлин вот это ваш шанс каждый кто с 9 по 30 июня приобретает программу инотранс неважно это партнер или инвестор в подарок получает двухдневное посещение мероприятий в берлине 23 24 сентября это выставка и конференции выступлением анатолия эдуардовича юницкого друзья это есть наша основная задача находим инвесторов становимся ими сами и участвуем в берлине в общей конференции ну что сказать делаем это легко просто делаем делаем легко с удовольствием с улыбкой и до скорой встречи передаю микрофон дальше спасибо до встречи и на этом дорогие друзья но собственно могу сказать что после выступления виктора бабурина не хочется долго выступать и поэтому по существу то есть те инструменты которые у нас появились я хотел бы осветить и дать вам информацию обязательно зайдите прямо и ознакомьтесь с этим лендингом он находится в инструментах партнера реферальные ссылки самый нижний будет лендинг это достаточно мощный лендинг он уже протестирован он будет переведен на все языки которые у нас будут соответственно применены skyway capital и это информационный лендинг но каждый клик он собственно закрывает человека так скажем на сделку на продажу и как минимум на регистрацию как максимум и я больше скажу что конверсия будет очень высокая так как мы продумываем конкретную систему конкретную стратегию чтобы новичок без вашего участия через воронку продаж так называемую через серию писем попадал и на вебинары и так далее то есть у многих сейчас нет времени потому что мы рассказываем о проекте skyway фактически каждый день и каждому человеку проводим многочисленное количество конференции презентации вот собственно в данный момент сергей анатольевич проводит германии конференцию и более того я могу сказать что очень сильно мы были удивлены тем контингентом людей которые будут на этой конференции там как раз таки большая часть людей которые занимаются именно сетевым построением то есть это нам на руку так как собственно у нас в каком-то плане сетевое построение корпорации либо хотя бы помощь от сетевого построения развитию корпорации обязательствами которые мы на сегодняшний день с вами обладаем то есть я повторяю еще раз всем передайте своим ниже стоящим партнерам что этот инструмент у нас появился потому что многие не использовали в полной мере прошлый лендинг и я его не в полной мере использовал потому что были определенные нюансы были определенные сложности были определенные недопонимания и собственно здесь вы получаете абсолютно доступны абсолютно понятны и самое главное эффективный инструмент работы с партнерами более того я могу вам сказать что на подходе также сейчас примерно как минимум два лендинга еще в особенности для работы с европой потому что нужно общаться естественно с каждой страной на их языке и если россии сейчас важно сохранить и сберечь свои средства в момент экономического кризиса и приумножить то у европейцев огромное значение также занимает экология то есть не стоит забывать что наша технология экогенная и этого в принципе нет в мире и это очень сильно удивило австралийскую делегацию и собственно на эту тему также мы сделаем очень достаточно мощный инструмент также готовится система обучения они расскажет буквально вскользь Григорий Михайлович Мирошенченко в конце своего выступления и это также будет эффективным инструментом для работы партнера потому что фактически с каждым холодным контактом вы сможете работать то есть многие спросят сейчас скрипты и так далее и в полной связке в полном взаимодействии понимания мы работаем также и с дизайнерами программистами головной компании и скоро будут инструменты также помимо того что появился новостной дайджест то есть фактически каждую неделю вы видите новости которые вы можете распечатать так как у нас большая часть народа не пользуется благами пятого технологического уклада то есть смартфонами и собственно через мобильное приложение через скайп не все могут доносить информацию но сейчас просто банально дома на принтере либо где-то у друзей у родственников можно распечатать и принести и также будет создан материал по майлстонам так называемым именно опорным самым главным стратегическим точкам начала с начала 2013 года то есть буквально на одной странице вы сможете человеку показать как развивался наш проект какие самые главные достижения были достигнуты и собственно предположить уже с этим человеком сколько еще нам предстоит я активно также вас агитирует так как несмотря на то что для кого-то это сложным представляется обязательно подпишитесь на наш информационный канал перископ потому что многие конференции мы включаем онлайн при достаточно стабильном интернет сигнале уже и в москве было включение и просто конференции которые в различных городах также вот что касается меня я просто в университете вещал и для кого-то это будет ценным вещание того или иного спикера потому что каждый учится слушая именно тех спикеров тех презентаторов которые фактически каждый день не по разу в день так скажем проводят презентации и я также вас хотел бы не побоюсь этого слова сагитировать на вебинары приходите виктора тарасова это действительно профессионал и действительно счастье и удача что такой человек у нас появился в проекте и что не просто появился потому что были времена и когда еще в 2014 году собственно только начинала развивать проект появлялись люди которые что-то просили не не давая взамен никакую эффективность сейчас у нас абсолютно другое время дорогие друзья и люди появляются те кто верят в проект и те кто действительно является профессионалами и также завершая свое именно выступление по факту то есть это уже именно вещание на теле масте у нас несколько но отличается от на того что мы представляем на вебинарах я хотел бы вас попросить и действительно вот на такую широкую аудиторию всегда приятно делать такие просьбы те кто умеет качественно переводить то есть на многие языки у нас сейчас уже выполняется перевод обращайтесь павлу манилова то есть павел ответственный за этот отдел и с переводчиками он работает при каких-то на недопониманиях или вопросах можете обращаться также ко мне и те кто желает достойно действительно достойно представляете вести вебинары примеру на иврите примеру на китайском примеру на греческом и мы будем обсуждать условия чтобы было хорошо и нам и вам так скажем и в первую очередь всему проекту это самое главное наша цель пожалуйста присылайте ваши заявки потому что уже вот не терпится начинать действительно параллельно вести вебинары на всех языках мира потому что все все вы этот слоган прекрасно знаете это строй skyway спасай планету и дай дорогу мир трансонету передаю слово следующим спикером благодарю не так дорогие друзья как всегда когда я начинаю свои вебинары я приветствую вас из города челябинска это можно сказать столица такого промышленной промышленности всей россии она не совсем может быть столица но почти столица а так вот дорогие друзья владимир масло будет заканчивать нас конференцию даже наш сегодняшний телемост а так так то а володя часто значит григорий михалович пожалуйста я вышел не для этого итак дорогие друзья о чем вчера вот кто-то вчера был на моем вебинаре да мы вместе вчера как всегда по пятницам мы проводим традиционные наши вебинары в общей для группы компаний skyway и самое главное для капитала так вот вчера мы знаете мы общались и разговаривали на такую тему вот прошел месяц да закончился заканчивался шестой технологический шестой этап на этом шестом этапе активность была просто невероятно вы помните да и бессонные ночи мы сидели до четырех утра я думаю что не только я но и все вы и и вот это гигантская активность может быть мы немножко устали но может быть мы немножко расслабились может быть вот это напряжение оно как бы спало но прошло уже заметьте более десяти дней прошло и вот сейчас чему я хочу о чем я сейчас говорю что хочу сказать что представим себе как вчера мы с вами обсуждали что антолий дуар чуницкий точно так же вместе с виктором бабуриным вместе со своей командой которая находится в белоруссии они бы тоже расслабились вот представьте они бы тоже расслабились и как я всегда говорю антолий дуар чуницкий делает свою работу на тысячу процентов наша задача выполнять свою работу хотя бы на сто процентов и то что мы должны делать мы это не то что мы обязаны не мы никому ничего не обязаны но давайте хотя бы на сто процентов выполнять эту работу и я очень коротко сейчас скажу вам мое пожелание простое пожелание один плюс один вот просто задумайтесь я попрошу вас напишите поставьте плюсики что вы будете согласны с этим что в течение следующей недели до следующего вебинара который будет проходить у нас а в пятницу а может быть даже во вторник вы придете на наши вебинары мы приглашаем одного партнера мы находим с фонариком в руках я не знаю где-то ищем одного партнера и он входит в наш проект с той инвестицией с которой вошли вы вот для того чтобы удвоить наши объемы надо сделать одну простую вещь один человек в неделю кто согласен с этим что это можно сделать ставьте плюс или пишите да и этому то есть впереди у нас практически две недели и то что у нас основная команда находится сейчас на кипре это здорово ребята хотя бы отдохнуть хотя бы наберутся сил они только отдохнут еще и поработают очень активно я тоже хотел быть там но силу определенных обстоятельств я не могу там быть и и мне очень хочется чтобы мы все вместе с вами поблагодарили магасумова гузель это молодая красиво успешная женщина которая как говорят людмила мила нашла рода хука а вот гузель привела к нам виктора тарасова хотя мы с ним знакомы очень давно но именно она выполнила эту работу и в данный момент она находится в городе минске она вместе с ними находится и она постоянно будет вместе со вместе с вместе с вместе с виктором тарасовым вот эти вебинары вебинары финансовой грамотности это очень важно о чем сказал бабури на сегодняшний день очень важно перед вот этой глобальной капитализации чтобы мы понимали что надо делать и а чего не надо делать где надо искать инвесторов а куда не надо вообще ходить дорогие друзья один плюс один володя уже на связи и я передаю слово для окончания завершения нашего телемоста владимиру маслову и еще раз пожелание в течение недели один плюс один я думаю что мы это сделаем и к концу месяца у нас будет у каждого еще два партнера с теми инвестиций как друзья коллеги инвесторы партнеры мне выпало с одной стороны трудно с другой стороны хорошая писсия закончить завершить сегодняшний телемост который по неожиданным всем стечением обстоятельств и по благосклонности виктора бабурина продолжается у нас уже чуть больше двух часов но дело в том что я собирался в общем то рассказать про особенности инвестиций в проекты экотехнопарка к сожалению значит наше время уже истекает и поэтому об этом обо всем можно будет услышать в вебинарах и на отдельных как бы занятиях потому что те вопросы которые задавали виктору меня в принципе достаточно как бы насторожили очень много вопросов это говорит о чем о том что люди редко ходят на вебинар и они прислушиваются и не совсем разбираются в том что такое акции когда что такое значит инвестиция что мы делаем покупаем ли мы инвестируем получаем акции и так далее поэтому это все я пропущу я просто хочу сказать где мы находимся чтобы мы четко ощущали мы друзья на седьмом этапе и седьмой этап это июнь дисконты от 150 до 400 залогов молодец чуть-чуть настройки сделай звук уменьши потому что очень сильно хрипит да сейчас слышно хорошо так сейчас слышно хорошо нет покажите пожалуйста да спасибо 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 значит седьмой этап это июнь июль акции залоговых акций 7 миллиардов выпускается инвестиции по бизнес плану 15 миллионов это друзья для того чтобы мы понимали сколько еще нужно собрать когда у нас будет восьмой этап когда у нас будет выход головной компании когда что мы будем получать и еще пока я вспомнил значит был вопрос что и виктор так ну достаточно как бы проехался потому что не имеет смысл дивиденды выплачивать поймите правильно у нас за нами то есть компании там был вопрос в чате что а как же так дивиденды будут будут дивиденды но дивиденды будут тогда когда будет капитализация капитализация это адресные проекты и дивиденды будут потому что у нас за нашей компанией евразия рейл skyway systems holding стоят двадцати процентные привилегированные акции поэтому несмотря на то это анатолий эдуардович неоднократно как бы ну усиливает и говорит что несмотря на то что будут и нужно инвестировать в развитие все равно определенные дивиденды будут и они будут зависит от того как идет капитализация дальше быстро значит смотрите до конца две тысячи шестнадцатого года нас затрат всего на этот год запланировано по бизнес плану сто пять миллионов сто пять миллионов из этого подвижной состав двадцать два миллиона оборудование девятнадцать здания сооружений и так далее благоустройство территории 4 маркетинг 4 то есть смотрите это то что нужно сделать это то что нужно проинвестировать теперь смотрите седьмой этап пятнадцать миллионов восьмой этап инвестиций двадцать миллионов девятый десятый этапы каждый по двадцать пять миллионов у нас много работы с вами дорогие друзья и это все нас с одной стороны как бы обязывает с другой стороны должно радовать потому что процесс продолжается очень сильный настрой и хорошую информацию дал Бабурин спасибо Виктору за это потому что это очень важно людям это он открепил и усилил иммунную систему нас инвесторов нас акционеров и это вселяет и радость и надежду поэтому я заканчиваю сегодня свое выступление хочу пожелать всем благополучия предупреждаю что двадцать первого числа это день солнцестояния прошу всех настроиться на самые лучшие результаты на благополучие не только себя а и всех окружающих этим самым мы строим ту среду и создаем ту среду где мы хотим сами быть где мы хотим чтобы были наши потомки в будущем и поэтому я хочу пожелать вам как можно больше разума и как бы энергии быть разумными инвесторами быть благополучными здоровыми и чтобы ваши семьи тоже были благополучные и здоровые поэтому желаю всем самого доброго строй сковей спасай планету благодарю вас до скорых встреч друзья спасибо спасибо и спасибо и